привет привет всем дорогие друзья и подписчики моего канала анти навигатор с вами в данном ролике я хотел бы поговорить с вами об убунту 1604 lts скажите оу-оу-оу парень начале восемнадцатого года говорить об убунту 1604 ты вообще о чем ты делал 100 роликов об этом дистрибутиве ну друзья после того как я удалил соус вторым своим дистрибутивом я решил все таки вернуть убунту 1604 lts к тому же если вы помните скажем так старые подписчики помнить помнят когда-то я делал образ бунту 1604 где была установлена мой любимый софт ну и собственно я установил данный дистрибутив обновил его до последнего актуального состояния ну и скажем так убунту 1604 все еще торт по поводу 7 unity давненько я ее не пользовался и она мне показывается быстрее чем баджи в том со в том же соус по крайней мере анимации здесь получше плане быстродействия не ну плюс-минус соизмеримы баджи еще немножко сыроват ну речь не об этом зачем же я установил 1604 lts ну для того чтобы скажем так почувствовать как она вообще сейчас и для того чтобы записать ролик о том как же обновиться с вашей 1604 до 1804 lts ну скажите окей это будет в апреле покажешь расскажешь чего ты хочешь от нас сейчас я хотел бы вообще порассуждать на тему какую убунту все-таки выбрать в 2018 году какой дистрибутив будет наиболее стабильным ну и скажем так более-менее не ущемлял вас в плане новизны софта тот и вы скажете есть linux mint 18.3 да замечательно он основан на ubuntu 1604 3 в чем же фишка именно 1604 и может быть имеет смысл остаться на 1604 и до 1804 пока не обновляться вы знаете есть такие люди которые до сих пор сидят на 1404 и я их понимаю свое время ubuntu 1404 lts была просто конфеткой но скажем так с строк поддержки 1404 уже подходит концу если уже не подошел точно не помню а 1604 еще будет поддерживаться эдак годика 3 так вот основной месседж данного видео то что наиболее крутой вариант выбора это ubuntu 1604 я бы не советовал переходить на ubuntu 1804 тем людям которые не гонятся за какими-то новыми плюшками в интерфейсе которым важна стабильность и постоянство вы знаете unity 7 она уже отточена годами она удобная на быстрая да и в целом ubuntu 1604 давайте посмотрим на сайте каноника да на ubuntu уже до доступна 1604 . 3 прошло три крупных патча и данный дистрибутив мы видим будет поддерживаться до апреля 21 года то есть еще порядка трех лет как я уже упомянул то есть лично мое мнение я бы как минимум подождал до выхода ubuntu 1804 . 1 лишь потом я бы обновлялся а сейчас же 1604 . 3 lts ubuntu либо linux mint 18.3 это наиболее подходящий вариант для большинства пользователей почему же стоит подождать 1804 . им потому что переход на новую оболочку чаровать тем что я думаю и так еще год будут вылазить это баги и непредвиденные обстоятельства то есть разработчикам нужно еще доточить все ведь не зря же они еще unity не выкнули и включают ее в релиз вместе с гном вот друзья опять много воды опять бла 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 видео ни о чем это мои рассуждения на моем канале спасибо всем за внимание если интересно ссылочку на свой дистрибутив чик который я собирал да ну не на свой на ubuntu 1604 с паком софта вот эти навигатор ссылочку привожу в описании кому интересно качать и но если момент это дистрибутив после установки нужно будет еще обновить а так после обновления центр приложений запускается точно так же быстро там тот же skype телеграм все плюшки доступны как и в той же 17 10 . 1 друзья чуть ли не забыл подписывайтесь на вернее вступайте в нашу группу эти навигатор в телеграме ссылочку привожу в описании нас уже практически 400 человек наберется больше народа может быть кого-нибудь бота прикрутим и рассмотрим как это все делается ну все спасибо за внимание и до новых встреч пока